Шлюхами были, шлюхами и сдохните. Отец-возвращенец угрожал дочерям расправой за несколько месяцев до того, как они его убили. Публикуем запись, которую отправил девушкам сам Михаил Хачатурян. Фото. Михаил Хачатурян отправил своим дочерям запись с угрозами, когда находился в отъезде. Фото. Жуткая история задержания трех сестер за убийство отца продолжает шокировать новыми подробностями. В распоряжении комсомольской правды оказались аудиозаписи, которые в апреле Михаил Хачатурян отправил своим дочерям, когда находился в отъезде. Ими на условиях анонимности поделилась подруга задержанных Кристины, Ангелины и Марии. В тот день в гости к сестрам пришел родной брат, 21-летний Сергей, которого отец выгнал из дома несколько лет назад. С ними был друг. Когда всех пятерых в квартире увидела родственница и сообщила главе семейства, разразился скандал. Отец обвинил дочерей в проституции, а их брата в сутенерстве. В трехминутных записях столько мата, что если его убрать, остается лишь несколько предложений. Но суть понятна. Отец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. Приводим ту самую запись. За несколько месяцев до убийства Михаил Хачатурян надиктовал дочерям аудио с угрозами. Слушаем. Мама ебал. Мне плохо, я просто не могу. Я твой мамой ебал. Ебал. Я твой мамой был. Он уже в комнате, да, был? Он еще не заходил, да, говоришь? Он на улице стоял, да? Давайте уйдем хорошему. Я вашей маме ебал. Я вашу ебал. Я вашу баруку брата ебал. Я ваш проститута ебал. Я твой мамой ебал. А Кристина не могла сунуть ебал, которую привозила до этого еще, когда я в отъезде был. Вот теперь Марина застала, ебал. Он, ебал, пихнул, ебал, к сережке своего ебал. Да буду говорить еще много, еще прибавлю, ебал. Я вашу маму еще... Ты, блядь, вначале возьми, прочитай, что ты написал, ебал. Один отчеток ты даже не сказала, что случилось. Я твой матери ебал. Ты даже не знаешь, что я вам деньги поставил, чтобы вы, блядь, не пошли в магазин, а я ебал. И кроме этого, ты, блядь, не заходил, ты, блядь, он собаку принес, а его друг там и ждал. Сейчас он в комнате был, мы в другом комнате, а не в другом комнате. Ангелина, будешь без перерыва, Ангелина, потом уйдешь, если не уйдешь. А если уйдешь, я тебе найду, блядь, блядь, уконченый. Мужиков привозите, да? Я твою маму, блядь, привел, да? Для вас привел, да? Сутенером уже стал, да? Барыжи, ничего не выгодно. Вы, блядь, и были, блядь, и сдохните. Не ждите 16-го, уйдите, убедитесь, нахуй. Если вы рискнете этот раз, ваша мать не рискнула. Если рискнуете, блядь, 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 иду, пожалеете. Даже не успеете пожалеть. Удачно, думаю. Слушай, я твою маму, блядь, и хочешь, чтобы я сегодня приехал, блядь, блядь, ай, блядь, ты мне задолбку выдержишь, а? Ай, товарь, блядь, ай, блядь, кинутый дочка, блядь, ай, проститутка маленькая от 14, блядь, ай, блядь, а что ты хочешь, запись хочешь? Да я могу, блядь, уже видео показать, что ты делал, ай, твой мамы, блядь. Бого имя не давай, бого имя не давай, ай, маразь, ай, блядь, ай, проститутка, блядь. Мужик чужой у нас в доме, я его, блядь, я сказал, блядь, пусть придет, а собака, блядь, собака отвезет, привезет, не оставаться, не ночевать у нас. Это барыга, это зараза, блядь. Я сказал, найдите, пусть придет собаку, отгуляет, привезет, блядь, ай, блядь, сколько у... И богу имя не давай, ай, блядь, ай, блядь, рожа, богу имя не давай. По словам знакомых семьи, издеваться над дочками-подростками Михаил начал несколько лет назад, когда мать девочек ушла из дома, не выдержав ужаса в такой семейной жизни. Говорят, у Михаила были проблемы с наркотиками. Отсюда и агрессия, и ненормальная фантазия. При этом глава семейства очень заботился о своей репутации и слыл набожным человеком. Регулярно ходил в церковь, каждый день молился дома. Сестрам, задержанным за убийство отца, грозит до 15 лет за решеткой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok